Здравствуйте, дорогие друзья и незнакомцы, а также хейтеры из интернета. Я Майя, белорусская в Словакии, которая живет здесь, в Словакии, в Братиславе, уже 6 лет и учится на врача. В частности, я учусь на 5 курсе медицинского факультета Университета Каменского в Братиславе. В этом видео мы поговорим с вами о зарплате в Словакии, а именно о средней заработной плате. В Словакии термин средняя заработная плата означает среднее арифметическое всех зарплат в Словакии. Поэтому обычно справедливым в отношении этого является правило о том, что приблизительно 70% людей зарабатывают меньше, чем значение этой средней заработной платы. Как я уже и сказала, многие люди зарабатывают сумму в месяц меньшую, чем сумма средней заработной платы. А потому необходимо также знать и сумму минимальной заработной платы, чтобы вы знали, на что рассчитывать при самом худшем исходе. Я нашла табличное значение средней зарплаты, как и минимальной заработной платы в Словакии, начиная с 2009 по 2022 год. Так что здесь вы можете увидеть позитивную тенденцию на то, как посмотреть. Мы же не забываем еще и про инфляцию. Но, как вы видите, в 2009 году средняя зарплата составляла 745 евро, в то время как минимальная зарплата в тот же год составляла 296 евро. И что мы можем видеть сейчас? Сейчас, к 2022 году, минимальная заработная плата составляет 650 евро. Ну, я бы сказала, на самом деле, около 700. Так как эта статья, она писалась в 2021 году, и тогда эти значения были лишь предположительными, но примерно точными. Итак, минимальная заработная плата в 2022 году в Словакии составляет около 700 евро, а средняя заработная плата практически 1300 евро. Мы видим такую положительную тенденцию, что и средняя заработная плата, и минимальная становятся больше и больше с каждым годом, если бы еще не инфляция. Именно инфляция имеет решающее значение в том, изменится ли сам уровень жизни с этим повышением зарплаты, повысится ли сам уровень жизни, или, несмотря на повышение зарплаты, станет все равно лишь ниже. Важно упомянуть, что в Словакии различают, можно сказать, два вида зарплат. Это зарплаты в чистом и в грубом, то есть зарплаты без вычета налогов и уже, собственно, после вычета налогов, то, сколько в итоге вы реально получите. В дополнение к минимальной месячной заработной плате, устанавливаемой трудовым кодексом, также большое значение имеет и минимальная заработная плата за час, то есть почасовая заработная плата. Право на нее имеет любое физическое лицо, которое работает на какой-либо бизнес или у работодателя. В данной таблице вы можете видеть, как менялась почасовая заработная плата, минимальная почасовая заработная плата в Словакии 2009 года и по нынешний 2022 год. Опять же мы видим позитивный тренд, она растет, увеличивается хоть и на какие-то центы. Так, например, в прошлом, в прошедшем, еще недавно, в 2021 году минимальная почасовая заработная плата составляла 3,58 евро, то есть 3,58 евро. Эта сумма представляет валовую заработную плату, с которой необходимо платить взносы или подоходный налог. Что касается студентов, что тоже очень актуально и важно, ведь я студент, все еще пока что. Студенты при определенных обстоятельствах не обязаны платить взносы на социальное и медицинское страхование, поэтому, в общем-то, для студентов это более выгодно. Более того, раз в год, обычно в феврале, студент имеет право подать соответствующее заявление и вернуть всю ту дань, все те налоги, которые у него вычли из его зарплаты на подработке или работе какой-то. То есть, грубо говоря, как студент, вы, допустим, год работали на какой-то подработке, у вас каждый месяц вы читали довольно внушительную сумму из вашей зарплаты, не знаю, 100 евро, возможно, больше, естественно, чем больше зарплата, тем больше налог. Это вы читали, допустим, на медицинское страхование в случае, если бы, чтобы если бы с вами что-то случилось на этой работе, из этой суммы, которую у вас вычли, из этого налога, вас, это бы, чтобы это покрыло ваше состояние, компенсировало это, пошло бы на ваше, в общем-то, медицинское страхование и так далее. Но если вы вот работали за весь период времени, что вы работали, с вами ничего не случилось плохого, и эта сумма никак не использовалась, никак не потребовалась, вам вы имеете полное право в конце года, вот обычно в феврале, то есть уже в начале, по сути, следующего года, вернуть себе эти деньги. В принципе, довольно немалые, оно того стоит. Да, так что, в принципе, хоть и написано, что минимальная почасовая заработная плата составляет меньше, чем 4 евро, сейчас, что я вижу в реальной жизни, это была бы чрезвычайно малая сумма, сейчас везде все в объявлениях о работе пишут, что минимальная почасовая зарплата составляет как минимум 4,5 евро, а то и 5 евро, особенно для, не для студентов подрабатывающих, а для людей, которые вот действительно хотят работать полный рабочий день на постоянной основе, это 5 евро в час, это сейчас уже действительно нормальная сумма, поэтому если вы увидите где-то вдруг меньше, почасовую зарплату меньше, чем 4 евро, бегите оттуда, вы найдете условия и намного лучше, но я надеюсь, должны найти. Ну, на то она и минимальная, что это действительно такой вот критический минимум, я, я правда, я давно не видела предложений о работе с такой вот почасовой заработной платой. Меньше 4,5-5 евро никто не позволяет предложить уже будущему сотруднику, студенту на подработке. Естественно, все источники, откуда я взяла эту информацию, я оставлю в описании, я не экономист, не политолог, в принципе, не знаю, насколько я умный человек, надеюсь, буду хорошим врачом как-то. Давайте поговорим еще про вычеты, про эти вычеты из минимальной заработной платы. То есть на 2022 год, как мы сказали, минимальная заработная плата составила 646 евро бруто. Бруто, что и значит, в общем-то, как я упоминала раньше по-словацки, в грубом. Вычеты из минимальной заработной платы создают для работодателя гораздо более низкую налоговую нагрузку, как если бы он платил, например, из средней заработной платы. То есть в большинстве случаев у вас от минимальной заработной платы, вот этой вот 646 евро, остается в чистом виде 525 евро 65 центов. Ну, 525 евро. То есть сами посчитайте, какую сумму вычли из этого. Как из бруто сделали зарплату в чистом виде, из грубом в чистом. Давайте же разберемся еще и в том, какие виды налогов и страхования выплачиваются из этой минимальной заработной платы. Их три вида. Во-первых, это взносы на медицинское страхование. Во-вторых, взносы на социальное обеспечение. И расходы по подоходному налогу. Взносы на медицинское страхование составляют обычно 4% от общей вашей заработной платы. И ваш работодатель также обязан заплатить дополнительные 10% от общей заработной платы. Что касается взносов на социальное обеспечение, то это они представляют собой самую высокую статью налогов, налогового сбора. Работники. Работник их платит в размере 9,5% практически, а работодатель аж 25%. Входы по подоходному налогу. Чистая заработная плата после взносов на социальное обеспечение и медицинское страхование. Также будет вычитываться еще необлагаемая налогом часть налоговой базы, которая в 2022 году составила 381,5 евро. После вычета этой суммы вы платите налог в размере 19%. Как это все сложно. То есть при самой минимальной заработной плате это составляет 33,79 евро. И опять же вот в данной таблице вы можете видеть, из чего он состоит. Разные его виды. И как после вычета всех этих налогов из нашей минимальной зарплаты Brutal 646 евро нам осталось в чистом виде 525,65 евро. Вот подробненько все расписано. Конечно же есть еще ночные доплаты, доплаты за переработку, а также специальные доплаты за детей. Ну, детей у меня нет, в этом я не разбираюсь. Думаю, не скоро начну разбираться. Так что вот, не знаю, не прыгнула ли я выше своей головы, не объяснила ли все плохо. Я старалась. Надеюсь, вы оцените мои усилия, найдете эту информацию полезной и интересной. Я оставлю ссылку на источник в описании. Обязательно полазьте, почитайте, попереводите еще все и сами. Если вы нашли это видео хоть немного полезным и или интересным, то самое лучшее, что вы можете сделать, это поддержать меня, это поставить лайк этому видео, написать приятный комментарий. Можете просто написать даже, как у вас дела. Мне будет интересно почитать. Можете подписаться на этот канал. Если у вас есть возможность, можете оформить также спонсорскую подписку. Мне это будет очень приятно. И, конечно же, можете подписаться и на другие мои социальные сети. Тикток. Что с тиктоком? Я слишком стара для всего этого. Мне уже 22. Хотя выгляжу на 12. Я знаю, я знаю, это шок. Но на инстаграм. Главное на инстаграм. MaybeMuse. Буду вас там ждать. Еще раз вам спасибо. Хорошего вам дня. Будьте добры к себе и к окружающим. Конечно же, смейтесь, сияйте. Следуйте за мечтой вместе со мной. Увидимся в следующих видео. Пока. Почему так сильно не хочется снимать видео о моей летней медицинской практике за 4 курс? И, в принципе, о летнем семестре моего 4 курса. Медицинского. Может, из-за того, что эти видео в целом в 2-3 раза менее популярны, чем просто какие-нибудь видео о самой Словакии, а не именно о учебе в ней. Не знаю. Ну, раз не хочется, не надо себя мучить. Ставим это на следующий раз. Правда, что со мной? Травма психологическая от этой учебы. Ну, нет, все хорошо на самом деле. Ах, да. А также отдельно в следующем видео я обязательно расскажу вам о зарплате именно медицинских работников и врачей в частности. До получения специализации, после получения специализации. Обо всем вот этом я обязательно, как медик, обязана снять отдельное видео и сниму его.